МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об плюсах, які очекаются от супрацонництва с гадой китайской провинцией, мог чимомерковать по таких личбах. Годовый товароборот Зянцу перевышает 500 миллиардов долларов, а колькость населенства май у 50 разов больше, чем на Гомичине. Свой интерес китайцы тумажить двумя основными причинами. По-перше, Беларусь находится на так званом «Великим шоковым шляху». По-друге, у сучасном Китае практически не засталось свободных территорий для обыдовництва новых в творчестве. У нас очень многие компании и производители заинтересованы в создании бизнеса в другой стране. В Гомеле мы в первый раз, но мы собираемся поработать с Белоруссией, в том числе с Гомельской областью, по широкому направлению. Кировничество Гомичины на мере поширения супрацонництва витая и обещая прикласти усе на Маганье, как запланованное и користное для бода у кубаков стало реальностью. Зараз в регионе реализуются два буйные проекты с уделом китайского капитала – будовництва завода «Белинайцы Юрозы» в Светлогорску и папировой фабрике «Удобурши». Але это явно неотповедаемо к чемустям боков. Почас визиту делегация провинции Дзянцу, наведывая акционерное товариство «Спартак» и знакомится с умовами, которые предоставлены резидентам свободной экономичной зоны. А прича таго потенциальные партнеры выказывают затекавленность вкуса працонництва в таких сферах, как нафтохимия, сельская господарка и ахова новокольного сиротдя. Наш технопарк сегодня, можно сказать, что характеризуется вот такой, ну, отличительной особенностью его становится то, что очень активно набирает развитие сектор, сегмент IT-технологий. Знаю, что наших китайских коллег-партнеров традиционно эти сферы вызывают интерес. Я думаю, что здесь могли бы мы сотрудничать, реализаться совместных различных проектов. Ну и кроме этого, всегда интересно международное сотрудничество между технопарками как субъектами государственной инновационной инфраструктуры. Как чекается, на проконце Кастричника, на початку листопада, китайскую провинцию Дзянцу наведает делегация Гомельской в области. Одным из выников этого визита может стать подписание погоднения о реализации на территории в области новых совместных проектов. Александр Ром, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Сегодня в рамках масштабной доброшины акции «Сберем портфель першокласснику» отбылось урошистые мероприемства у Гомельским держанам «Театры лялек». В делу им приняли дети першоклассники из шмадетных семьев. Организатором свято выступила Гомельская областная организация Республиканское громадское объединение «Белая Русь» с уместно с областным советом депутатов и громадским объединением «Союз шмадетных семьев». Вероника Ворошилина с подробязностями. На доброшинное свято у Гомельский державный театр «Лялек» запросили 12 шмадетных семью. Для 13 ребят першоклассников подрихтовали новенькие, яркие и наполненные самыми необходными школьными переладами портфеля. Организатором мероприемства выступила Гомельская областная организация Республиканское громадское объединение «Белая Русь» с уместно с областным советом депутатов и громадским объединением «Союз шмадетных семью». Дадзенное супрационерство продолжится уже на протягу семи годов. За этот час подобные приемные подарунки отримали больше, чем 300 деток. 305 первоклассников за это время получили портфели. В этом году 13 деток у нас получают портфели. 8 мальчиков в этот раз и 5 девочек. Перед тем, как раздать детям портфели, организаторы пропоновали им поудельничать у насыщенной культурно-забавляльной программе. Почас театрализованного шоу першоклассники демонстровали свои веды у тиковых гульнях и конкурсах на ведание азбуки и правила у дорожного руху. Разом с казочными персонажами приняли удел у танцевальном флэш-мобе. Дарейши доброчинная акция «Зберем портфель першокласснику» на Гомельщине, что вот дорось радость сотням дятей и одночасово оказывает значную подтримку у их школьной экипировцы батькам. У меня 6 деток, из них четверо несовершеннолетних. Двое у меня идут первоклассники, в первый класс идут. Два портфеля, конечно, ощутимо для семьи, для многодетной. Это большая очень помощь. Спасибо огромное. Гэтая прыгожая и безумовно потребные подарунки, портфели со школьными приналежностями дятя отрымались пожаданиями счастья, здоровья, поспеха в учебе и невышерпной энергии для переодоления тернистого шляху ведал. У целом, доброчинная акция «Зберем портфель першокласснику» накеравана наказанной допомоги семьям, який у гэты мать потребу. Треба отзначить, у Гомельской областной организации Республиканско-аграманско-объединение «Белая Русь» у гэты справе вырошила поширы смежи. Починаючи с минулого года, ея члены знаходят дяток, какие народились от 3-го липеня у День незалежности и зараз забираются исти у 1-й класс. Так вот, в этом году мы поздравляем деток, которые родились в 2009 году, 3-го июля, и этот год будет для них первым годом школы. Всего 18 деток родилось в 2009 году, 3-го июля, из них 15 пойдут в школу в этом году. Эти ребята получат от нас также полезные подарки, которые пригодятся им в первом классе. Вероника Ворошилина, Валерия Гопанько, теле-радио «Компания Гомель». Протягиваем выпуск. Повышение якости медицинского обслугования и увага до кожного пациента – головные принципы у работе Гомельского областного клинического шпиталя инвалидов Великой Шиной Войны. А кроме того, что во установе каждый год заявляется высокотехнологичное медицинское обсталявание, персонал протягивает укоронять лепши сучасные методы келяшения. Одной из опошних новинок стала пляцовка для проведения зарадки на свежем поветре. Это один из важных этапов у реабилитации пациентов после инсульта, инфаркта миокарда, онкологичных захворываний и тяжких травм. Дмитрий Котов протягнет. Такие занятки на свежем поветре проходят уже на протягу двух тын. Каждый сеанс продолжится 15 хвилин. За годину на пляцу цирребилитацию проходят коляста пациентов. Усе займаются по облегченной программе. Ниаких тяжких практикований, які могут пошкодить здоровью, нема. Поболь супрацовники медустановы зарабили специальные дорожки для прогулок. Занят на воздухе, тем более в наших условиях сосонник такой, воздух очень чистый, пациенты с утра заряжаются, они узнают упражнения, которые должны делать. И уходя домой, инструктора еще им рекомендуют эти упражнения. И пациенты уже знают, как вести зарядку, как себя разогреть с утра, какие упражнения делать, чтобы чувствовать себя получше, чтобы не нагрузиться сильно. Поэтому они очень полезны и в дальнейшем, я думаю, будут использоваться нашими пациентами. Новую методику у реабилитации пациентов почали выкористовывать после того, як делегация установы наведала Швецию. Там занятки на свежем поветре з'ява довольно расповсюдженная. Пациенты застаются задоволены и худшей идуть на поправку. У меня инфаркт, я хорошо переношу. Физкультура очень полезна, хорошо. Занятия и персоналы очень хорошие. Обовязковые умовы проведения занятка у ранницей. После чего распочинается черговый этап реабилитации. Кожна с пациентов в залежности от захворывания протягивает лечение по особистой программе. Это занятки на тренажерах и в бассейне, физия и психотерапия. Сегодня у шпитали дейнейшие пять залов для медицинской реабилитации. Особливый гонор персонала на явность сучасного высокоэффективного обсталевания. Мы прибыли два года назад очень хороший тренажер Армея, который позволяет реабилитировать пациентов после инсульта, особенно в верхней конечности, в режиме обратной связи. Пациент видит на экране какие-то задания, он одевается такая на руку робот и благодаря этим программам робот помогает выполнять эти упражнения. Через 10 сеансов руки начинают намного лучше двигаться и он выходит от нас почти полностью восстановленный. Значенную увагу реабилитации пациентов во установе надают уже 10 годов. А в 2012-м на базе шпиталя наводствовали областный центр медицинской реабилитации. Зараз, кля 15% пациентов после тяжких захворываний вертаются до працы. Приблизно такие же покажки к сёня и в сучасных европейских медицинских центрах. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Ровно 14 годов тому при «Гомельской мытні» был створен музей, в яким собраны уникальные предметы, конфискованные при спробах незаконного вывоза за мяжу. С тих часов коллекция постоянно обновляется, а сам музей стал местом проведения значных мероприемств. Сёня тут отбылось посвящение у студенты-абитуриентов, які поступили на факультет «Мытная справа» у Белорусским Державном университете транспорту. Подробностей в наступном сюжете. Назва головной частки экспозиции музея гистори «Гомельской мытні» кажа сама за сябе. За шклом ветрын гисторико-культурная каштунасти – незаконный вывоз, яких вспынили супрацовники «Мытні». На сёня у коллекции свыж 200 экспонатов. Особливую значность мают иконы, які унесены у Державный каталог музейных каштунастей. Сирот их менее годовая. У Беларуси таких усягу пять, а лишь самый незвычайный предмет контрабанды, распилаванный увозе под выглядом дров. Спектр этих предметов, которые имеют статус историко-культурных предметов, он широк. Это и культовые предметы, это и часы, карманные, насенные, это культовое литьё, это фотоаппараты, это почтовые открытки и многое-многое другое. И благодаря таможенным службам это мы можем видеть сегодня у себя в нашей стране. Не первый год гомельские мытники сопрацовничают с музеем Палацево-паркового ансамбля. В этот раз его представники уручили черговый экспонат. Экспозицию музея гомельской мытни пополнить командирский бинокль 1945 года выпуска. Его в свой час так само конфисковали при спробе незаконного вывоза. Другой приемной нагодой для схода у стенах музея стало знайомство с будущей кадровой изменой. Это студенты першокурсники факультета мытная справа Беларусского Державного Университета Транспорту. Цекало, что в этом году профессию мытника выбрали первоважно девчаты. Для нас это тоже очень важный вопрос, поскольку таможенное дело не всегда получается выполнить руками прекрасные половины, но вместе с тем знания, показываемые абитуриентами, а теперь уже и студентами, среди девушек значительно выше, нежели знания, которые показывают парни. И поэтому такая ситуация имеет место. Руслан Пролясковский, Вольга Вальченко, Сергей Лукашук, телерадо и компания Гомель. Выезд на природу и пропаганда здорового ладу життя. Головные компоненты коллективного вольного часа. Миновито так подошли до организации отпочинку своих супрацовников у кировництва открытого акционерного товариства «Мелковита». Затым, как звычайные выходные перетвораются у незабывное семейное свято, назирали наши корреспонденты. Уже к 10 утра около сотни работников «Мелковиты» и членов их семей были на месте встречи в загородном гостиничном комплексе. Те, кто еще позевывал, взбодрились во время зарядки. Малыши заражали энтузиазмом взрослых, а энергичный темп задавала молочная парочка, плясавшая вместе со всеми кефир и йогурт. После разминки праздник стремительно набирал обороты. Участники с детьми отправились на состязание, проходившее под традиционным девизом «Папа, мама и я – спортивная семья». Другие объединились в команды «Максимус» и «Молодая молодежь», для квеста, прохождение которого наглядно олицетворяло главную идею праздника. Первое – это показать, что у нас существует сплоченный коллектив, который любит активный образ жизни, спортивные состязания. Мы показываем, насколько наши спортсмены, которые в ежедневном рационе используют продукцию молочную нашего комбината, будучи патриотами, в какой отличной спортивной форме они выглядят и готовы к любым физическим нагрузкам. Спортивная форма участникам и впрямь пригодилась как в прямом, так и в переносном смысле. Придумывая испытания, организаторы дали волю фантазии. Заполнить тару водой, перенося ее в дуршлаге – задача не из простых. В сценарии праздника нашлось место для стрельбы из лука и метания копьям, забега с препятствиями и другим испытаниям. А с наибольшим азартом участники практиковались во владении двуручной пилой. Любители острых ощущений также не остались разочарованными. К их услугам раскинулся, а если быть точным, развесился между деревьев в веревочный парк. Экстремальный аттракцион требует как ловкости и сноровки, так и умения преодолевать страх высоты. Упрощенный вариант трассы проходили даже очень юные участники. Для самых маленьких мелковитовцев была разработана отдельная программа развлечений. Детвора рыбачила, резвилась на батуте. Наценивало мастерство художников, которые разрисовывали их ручки. Главным сюрпризом стало катание на лошади и пони. Три насыщенных часа пролетели незаметно. Без наград не остался никто. Ведь и проигравших в череде динамичных испытаний не было. А только те, кто справился с ними чуть быстрее. При прохождении квеста это чаще удавалось команде молодая молодежь. В семейном конкурсе диплома первой степени удостоилась семья Светланы Макаревич. Каждые выходные мы стараемся, если погода позволяет, мы постараемся выезжать на природу. Либо на шашлыки, либо просто катаемся на велосипеде. У нас у всех есть велосипеды горные. Поэтому либо за город, либо по городу. То есть дома это скучно. Поэтому только спорт. Это, конечно, очень сплачивает. Это не только коллектив, но и семью. И, конечно, много потом воспоминаний общих идет. Это очень полезно. И хотелось бы как можно чаще таких мероприятий. Руслан Пролесковский, Максим Савин, Александр Александронец, телерадио компания «Гомель». Новины регионы, информацию о проектах телерадио компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.cvrgomel.by. На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Швукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин